Идет Рождественский пост Святой Симеон Фессалоницкий говорил такие слова, что этот пост он подобен посту Моисея, который не ел 40 дней и 40 ночей перед тем, как принять слово Божие, те 10 заповедей, которые Господь дал ему на горе Синай. И вот так же и мы принимаем уже слово родившееся от Девы в наш мир. Это особое время для того, чтобы подумать о своей духовной жизни, для того, чтобы подумать о своей душе. Мы порой за суетой каких-то бытовых проблем забываем о самом главном, забываем о Боге, забываем о своей бессмертной душе. И вот пост как раз это то время, когда мы должны немножечко остановиться, подумать о вечном, исправить какие-то свои злые дела, грехи, бороться со своими страстями. Как говорил Господь во время своей земной жизни, что род бесовский можно победить только молитвою и постом. Так каждый человек, который хочет бороться со своими страстями, со своими грехами, должен прибегать к этому великому орудию, которое Господь нам дает, к посту и молитве. Пост состоит как бы из двух частей. Это внешняя часть, когда мы воздерживаемся от скоромной пищи, воздерживаемся от каких-то увеселений. И, конечно, самое главное — это духовная часть. Это молитва, это размышления о своей душе, это исправление своих помыслов. И если мы эти две части будем исполнять равномерно, то тогда пост принесет нам пользу. Если же мы будем отдавать предпочтение только внешней части, то такой пост становится лишь диетой. Поэтому очень важно не только воздерживаться от скоромной пищи, но очень важно воздерживаться от всякого зла, которое может очернить и осквернить наше сердце. И как Господь, Он пришел в этот мир не в царские палаты, Он пришел не в какой-то прекрасный дворец, а Он пришел в убогие ясли, в Вифлеемской пещере. Также Он избирает и сердце любого человека, но сердце, которое готово принять Спасителя, готово вместить его. Поэтому очистим же себя от всякой скверны и примем в свое сердце родившегося Спасителя. Субтитры создавал DimaTorzok